здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала но сегодня продолжаю свой сериал про эустомку из домашних семян смотрите что у меня получилось сегодня 10 дней после того как она взошла но 15 дней после посева вот ну считаю и всю я весь расчет веду после всходов поэтому как бы вот и им 10 10 дней этим 9 дней потому что эти стали немножко позже это магазин и но тоже как видите стопроцентно одно семечко здесь но это я так думаю что я сама виновата что это наверное закопала его оно не взошло а так вот такие уже конечно они одиночные очень хорошие уже прям видно что лидеры есть можно и в принципе пересаживать но пересаживать я не спешу я не пересажу я буду их пикировать через месяц после всходов прошлом году и так и делала мне понравилось поэтому экспериментировать по-другому не буду но сегодня хочу них немножко подкормить кальциевой селитры земля у меня я не помню говорила или нет значит эустома не любит кислые земли поэтому ph земли кислотность земли должна быть 6 7 но у меня вот 6 7 это фаска специально для рассады я покупаю ну понравилась мне эта земля значит что я взяла этот у меня уже рабочий раствор кальциевой селитры вот но сначала нужно сделать маточный для маточного что мы берем столовую ложку без горки кальциевой селитры и на литр воды развести чтобы она хорошо растворилась и потом пять кубиков на 5 миллилитров я пользуюсь шприцом когда вот они еще маленькие вот пять кубиков на пол литра воды но из-за того что у меня мало плошечек я развела себе 200 грамм и достаточно но я уже вот начала поливать значит сначала перед тем как подкармливаем знаем что нужно землю хорошо пролить просто водой и потом уже делать подкормки чтоб мы не пожгли корешочки значит и вот с этой очень осторожно я значит что я сделала я полила вот здесь вот по краям и так вот постаралась переворачивала коробочку ну чтобы хорошо аккуратненько попадать на листья этой кальциевой селитры но не рекомендуют потому что я так думаю что очень нежные листочки и они пожгут она их пожжет вот ну как бы сегодня вот сейчас пролила еще значит что я делаю открываю продолжаю совсем не открываю делаю небольшое отверстие своими коробочками вот они у меня стоят понятное дело что под фитолампой вот ну уже в принципе можно и начинать на ночь и выключать свет но пока у меня все под фитолампами открываю чтоб земля не начинала зацветать и проветривали они уже хорошо но они уже хорошие в принципе конечно в комнате очень жарко и сухо брызгая их утром вечером продолжаю компотиком брызгать вот и вот они как бы им пока им все нравится я так думаю так что вот такие вот 10-дневные мои красотулечки получаются ну вот что я хотела рассказать и про первую подкормку моей эустонки спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева